Всем привет! Помните, недавно я вам говорила, что я заказала все летние новинки NYX и что скоро будет на них обзор? Так вот, этот день настал. Сегодня мы с вами будем тестировать новинки. И здесь и линейка Bear With Me. У меня здесь и праймер, и тональная основа, румяна. Но помимо этого есть еще и другие новинки, такие как бронзер, карандаш для бровей. В общем, все это сейчас я буду наносить на лицо, чтобы вы детально рассмотрели, как это наносится, как это смотрится, как это растушевывается. И походу еще послушали мои комментарии, а послушать есть, чтобы некоторые продукты здесь немножко странные. В общем, спойли не буду, давайте, наверное, все-таки переходить уже к части макияжа, и вы все детально сами рассмотрите. Ну что ж, как видите, глаза я уже накрасила, потому что новинок NYX для глаз у меня нет, поэтому мы переходим сразу к лицу. И первое, что я хочу попробовать, это увлажняющий праймер для лица от NYX, линейка Bear With Me. Написано, что это увлажняющий желейный праймер. Я не смотрела еще, кстати, ни одного обзора на эту линейку, видела только превьюшку у Дианы Суворовой, и я уже сразу понимаю, что это будет такая сопельная текстура, не очень может быть привлекательная, но, тем не менее, я обзор сам не смотрела для того, чтобы ничего не было скомпрометировано. Ну да, собственно, то, что я ожидала, у меня такое впечатление, что сюда медузу расплавили, потому что именно вот такая вот абсолютно медузная сопельная консистенция. Ой, а как его набрать? Эй! Ну, консистенция, скажем так, на любителя, но самое главное, чтобы сам продукт был при этом хорошим. Аромата какого-то у этого средства нет, какой-то химический, скорее, аромат, то есть от ингредиентов, которые входят в состав, но я не чувствую здесь ничего такого, знаете, что специально добавили, чтобы пахло получше. Я там посмотрела состав, в принципе, состав неплохой. Здесь написано, что увлажнение идет за счет сока алоэ и также экстракта огурца, и, в принципе, да, там, можно сказать, даже в достаточно высокой концентрации. Сок алоэ здесь на пятом месте и экстракт огурца на шестом месте. Знаете что, у этого праймера, на удивление, другая немножко текстура, чем я предполагала. Я думала, это что-то такое, что очень быстро впитается и прям вот ничего по себе не оставит, кроме такого чувства увлажнения, но этот праймер очень липкой оставляет кожу, то есть реально у меня такое впечатление, что сейчас как медовый массаж, знаете, можно лицу делать. Вот если вы когда-то медовый массаж делали, вы знаете, какое ощущение я сейчас испытываю. Но, тем не менее, в последнее время тоже вот такие вот праймеры становятся все более и более популярными, потому что они лучше цепляют к себе тональные основы и гораздо лучше их держат, нежели просто какие-то скользящие или те, которые просто вот полностью впитываются. Так, праймер дико липкий, поэтому челку лучше я уберу. Из той же линейки Bear With Me у меня есть еще два продукта, это кремовый румяна и тонирующий крем. По логике я бы должна сейчас была бы нанести тонирующий крем, а потом нанести румяна. Но я хочу на себе испытать технику реверсивного контурирования, то есть сначала нанести румяна достаточно активно, а потом сверху нанести тонирующий крем и получить эффект, как будто это мой естественный румянец, который проглядывает сквозь тональную основу. Тем более, что я предполагаю, что тональная основа должна быть с легким покрытием, поэтому она не должна забить весь эффект от этих румян. Я себе взяла оттенок номер 2, который называется Detox Me. Ой, ой, приятненько так. Ну, в растушевочном виде они все равно выглядят достаточно коралловыми, и я почему-то думала, они будут более персиковыми. Хотя да, вот видите, чем больше их растушевываешь, тем больше получается какой-то такой вот персиково-коралловый оттенок, что ли. Ну, достаточно симпатично. Такое впечатление, что что-то такое водянистое наносишь, то есть какая-то гелевая такая холодная даже на ощупь текстура, которая сразу как будто влагой насыщает кожу. Приятное ощущение, давайте пробовать. Я вот не знаю, как лучше, то ли нанести это сначала на кисть. Ну, вроде бы, как бы NYX рекомендует вот так вот наносить, а потом пальцами растушевывать. Ух! Нет, слушайте, реально красиво. Вот сейчас вот вы, наверное, там практически ничего не видите. Еле-еле такой легкий тинт. Вживую тоже очень такой нежный оттенок. Мне кажется, это многим действительно может понравиться. Я немножко буду наслаивать. То есть мне нужно, чтобы было достаточно ярко для того, чтобы это просвечивалось потом сквозь тон. Легко растушевываются, вообще беспроблемно. Вот так вот под пальцами это все тает. Вы сейчас, наверное, на меня смотрите и думаете, о, блин, увлеклась румяшками девчонка. Так и надо. Вот это, мне кажется, опять-таки, достаточно очевидный релиз для лета. Это более легкая текстура, увлажняющая, не комедогенная, как здесь написано. Делает свежий макияж, выравнивает общий тон лица, незаметное покрытие, дышащая невесомая формула, кожа выглядит сияющей. И стойкость здесь указана до 8 часов, поэтому я предполагаю, что, наверное, не очень стойкая эта тональная основа. Ну, мы с вами проверим, потому что в конце дня я вам покажу, как продержался этот макияж и как он выглядел в конце дня. Кстати, хочу вас предупредить, оттенок я себе взяла самый бледный, и вот именно бледный, он называется Pale Light, это первый оттенок. Я, честно говоря, хотела взять себе оттенок номер 2, мне кажется, он бы мне подошел идеально, но, естественно, он был абсолютно везде распродан, потому что, конечно же, когда выходят новинки, самые ходовые оттенки улетают сразу, моментально. Ну, ладно, дальше мы с вами еще будем бронзер тестировать новый, и у меня есть предположение, вернее, это скорее надежда, и нужно здесь скрестить пальцы, что он немножко спасет ситуацию. Да, светленький оттенок, и, как видите, кстати, текстура достаточно плотная, то есть тон практически не двигается с палитры, и это капец, каким белым выглядит. Ладно, ничего уже не поделаешь, будем пробовать оттенок, который у меня есть. Самое главное – это понять текстуру. Может быть, это сейчас растушуется и прекрасно сольется с общим тоном моей кожи. Ну, кстати, я вот сейчас вот чуть-чуть растушевала, и вы знаете, не так уже и плохо, как я предполагала. То есть не вот так вот бело. Действительно, текстура очень легкая, вот прям как будто тает в коже, и вот румяна сейчас начинает выглядеть вообще красиво. Я не знаю, вам видно или нет, возможно, мой свет сейчас слишком выбеливает это все, но я вам покажу еще тоже при дневном освещении, как макияж уже в финальном виде будет выглядеть. Я думаю, вы там все хорошо сможете рассмотреть. У этой тональной основы достаточно слабое покрытие, тон действительно общий выравнивает, но покрытие даже меньше, чем у моих любимых тональных основ, которые совсем, знаете, такие жидкие, типа Estee Lauder Double Wear Nude, потому что с теми тонами мне нужно было прям совсем слегка консилером где-то точечно пройтись. Здесь я вижу, что нужно будет немножко больше на консилер сделать акцент. Блин, это нормально? Так, первые впечатления после нанесения этого тонирующего крема. Он создает бархатное покрытие такое, абсолютно не сияющее. Я бы не сказала, что сейчас у меня лицо сияет. Какого-то блеска, глянца, какой-то жирной текстуры или какой-то влажной текстуры в этом тоне я абсолютно не вижу, то есть лицо ближе к матовому. Очень приятно втушевывается в лицо, оставляет такое еле-еле липкое ощущение, тоненько ложится, то есть действительно такое невесомое ощущение. Я не ощущаю, что на мне какая-то маска, что на мне много косметики сейчас. Сейчас мне явно нужно поработать над некоторыми... И вернусь к вам, потому что мы еще не все новинки протестировали. Так, с уже немножко получше. Я тоже слегка нанесла хайлайтер на скулу и вот сюда немножко завела, чтобы потом тоже на это не отвлекаться, потому что хайлайтера от NYX у меня тоже нового нет, но зато есть бронзер. И этот бронзер называется California Beaming. Я себе взяла оттенок номер один Free Spirit называется он. Мне он показался самым наиболее подходящим в принципе для более светлых тонов кожи. Он по сводчам выглядел таким даже холодноватым, я бы сказала. Но вот так вот, смотря на него в упаковке, что-то холод этот куда-то весь испарился и становится очень жарко. В бронзере там, кстати, тоже очень много мелкого шиммера. Я так предполагаю, что текстура будет... Нет. Ух! Если вы хотите этим летом сиять, то NYX, в общем-то, вам в этом отлично поможет, потому что бронзер этот прям такой металлический отлив имеет, я бы сказала. Ну ладно, что, давайте пробовать. Мне кажется, лето становится красным у меня на лице. Давайте тут попробуем, где не было румян. Так, я чуть-чуть не по-ниме. Что-то я пока не знаю, как мне прокомментировать этот бронзер. Он, кстати, тоже достаточно сильно пылит. Когда его наносишь, прям очень много пыли. И я советую его так вот делать, иначе наверняка точно будет перебор. На мой взгляд, очень красный, вот именно прям красный. Не то, что он там, знаете, с красным подтоном или с розовым подтоном. Вот в совокупности с этими румянами вообще просто жесть, по-моему. I'm sorry, конечно, но бронзер мне этот вообще не понравился. Наверное, скорее всего, он мне не понравился именно из-за оттенка, потому что лицо у меня выглядит откровенно красным. Даже, знаете, не таким красным, как, типа, я вышла, позагорала, и немножко кожа подгорела, но все равно это выглядит, типа, как загар. Нет. Ну, короче, вот это явно не мой фаворит из всего, что я попробовала. И последнее, что мне осталось протестировать из новинок NYX, это тоже очень странный продукт. Это карандаш для бровей, который называется Fill & Fluff. И написано, что это очень классная штука для того, чтобы распотрошить ваши брови. Потрошительное приспособление здесь находится со стороны щеточки, потому что NYX здесь решили немножко выделиться и сделать не классическую такую щетку для прочесывания брови, а что-то такое непонятное, типа микроскопической овальной кисти. И смысл в том, что вы рисуете себе брови, а потом так чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, и у вас прям... Я себе взяла оттенок номер 6 Brunette, и сам по себе этот карандаш такой треугольной формы, не тоненький, как микрокарандаши, а именно такой, как треугольник. Щетка, знаете ли, капец опасная, потому что, когда уже пару раз вот так вот потушуешь свои брови, она немножко пачкается, соответственно, если вы полоснете где-то по коже, то это оставит след, это может испоганить вам форму, если вы слегка неаккуратное движение где-то сделаете, потом нужно будет подтирать. Вот здесь я конкретно так вылезла, мне нужно было потом пальцем вот так вот подчищать. Оттенок немножко рыжеватый, мне кажется, как для брюнетки, но я поняла, в чем фишка этого карандаша. Вот он создает действительно такое пыльное ощущение в бровях, то есть не какие-то четкие прорисованные линии, а сам карандаш по себе очень восковый, то есть он действительно так цепляется за кожу, за волоски, и когда растушевываешь именно вот такой вот штукой, то создается эффект растушеванных теней в бровях, то есть это ничего четкого, а именно что-то такое вот пудровое. И, кстати, еще один момент, вот обычная щеточка для бровей, типа вот такой вот, она, если ей начинаешь прочесывать, она убирает часть продукта с бровей, то есть делает более легкий эффект, в то время как вот это ничего не убирает, то есть вот сколько нанес, столько у тебя в бровях и будет, именно поэтому у меня брови сейчас очень активные. Так, мои финальные пять копеек. Вы знаете, вы, наверное, сейчас будете в шоке, но из всего, что я сегодня попробовала, мне больше всего понравились вот эти кремовые румяна. Для тех, кому нравится румяна, мне кажется, вот эти вообще очень сильно понравятся, потому что они действительно очень приятные, когда наносишь ощущение просто такой влаги, прохлады, при этом очень легко растушевываются, абсолютно не оставляют пятна на лице. Плюс в линейке есть еще два оттенка, если вдруг это не ваша тема, то вы можете посмотреть, вдруг какое-то другое вам понравится. Потом, в принципе, я считаю неплохим вот этот увлажняющий праймер. Единственная загвоздка у него с финальным финишем, то есть если вам нравится ощущение липкости на лице, ну не в плане того, что вам нравится именно это ощущение, а просто вам нравится это в праймере из-за того, что этот цепляет тон лучше и держит его лучше, то тогда можете попробовать. В принципе, неплохой продукт, состав у него тоже достаточно неплохой. Вот эта штука явно на любителя. Если вам нравится эффект растушеванный, пудровый такой вот в бровях, то вам, скорее всего, и понравится этот карандаш. Что же касается тональной основы. Вот после первого нанесения, вот знаете, первые мои такие впечатления, неплохо сейчас выглядит на лице. Я не могу абсолютно ничего плохого о ней пока что сказать, потому что выглядит действительно очень неплохо, немножко более матовый эффект, чем мне бы, наверное, того в идеале хотелось, но это мои личные предпочтения скорее. Давайте для того, чтобы вам полегче было определиться с выбором, я вам сейчас покажу эту тональную основу при дневном освещении. И также обращайте внимание на все остальные участки лица, куда я наносила и карандаш для бровей, и бронзер, и румяна. Я постараюсь, чтобы все это было видно, чтобы вы смогли это рассмотреть. И также теперь давайте посмотрим, что осталось от этой тональной основы в конце дня, потому что стойкость заявлена не очень большая, до 8 часов. Поэтому в районе где-то 9 вечера уже вполне можно будет проверить, потому что выйдут все полные 8 часов. И вот сейчас вы можете наблюдать за макросъемкой и за общим планом того, как выглядит эта тональная основа в конце дня, и, соответственно, делать свои выводы, насколько вам нравится этот эффект или не нравится, насколько вы считаете оправданной стоимость этой тональной основы, или, может быть, вы сможете что-то другое подобрать, что вам больше понравится. Вот этот продукт оказался для меня самым странным, и я так после того, как нанесла это все, немножко походила по квартире, я вспомнила, что он мне напоминает. У меня в памяти всплыл вот этот вот провальный продукт, на мой взгляд, от Catrice, который называется Bouncy Bronzer. Это тоже бронзер, который, ну, непонятно для чего металлический, в принципе. То есть я могу предположить, что на более темных тонах кожи, плюс еще, может быть, загорелой кожи, да, это может выглядеть реально красиво, и, может быть, на это идет и расчет. Но если вы особо не загораете, и, в принципе, как бы у вас нет вот этого вот бронзового, такого насыщенного оттенка в вашей коже, то я сомневаюсь, что вам это понравится, потому что, опять-таки, я вот смотрю на свое лицо, и вот этот вот весь металлик, он скорее просто ненужным образом подчеркивает излишнюю текстуру моей кожи. Хотя, например, вот в этих участках у меня кожа вообще достаточно гладкая, и если я наношу свой обычный бронзер, все так вот очень гладенько и красивенько. Когда здесь я вижу какие-то даже морщины, пупырки, не знаю, поры, ну, просто все вижу на своем лице. Поэтому светлым тонам кожи, мне кажется, лучше с этим даже не играться. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Также подписывайтесь на мой канал. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. Еще YouTube вам сейчас предлагает другие мои видео. Если вы их еще не смотрели, можете посмотреть. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.